это классификатор гипермаркета в принципе он очень неплохой здесь нормально выделены вот классы группы ну подгруппы может выделяться если у вас там 30 40 тысяч наименований товаров то может еще промежуточный уровень нормально ну и наконец категории и в принципе здесь у меня нареканий особо никаких нет потому что здесь все более-менее правильно выделено там уход за волосами уход за лицом там руки ноги маникюр там и так далее все хорошо и на что мы должны с вами обращать внимание когда мы анализируем категорию то у нас кроме статистики должна быть еще одна колонка которая нам укажет на те категории с которыми надо срочно начинать работать это количество с каю в каждой категории с каю это товарная позиция ну грубо номенклатура то что вы в чеке пробиваете категория может быть много товаров содержать себя она может быть наполнен или не наполнен это зависит от категории ну например автоэлектрика там 9 лампчик наверное не полный я думаю что для данного это гипермаркет я думаю что для данного случая это более-менее нормально там нет смысла устраивать большой выбор но вот если я иду и вижу что например у меня есть категория шампуни и с каю 409 шампунь коллеги вы можете себе представить вот это вот в объеме вот вы идете а у вас такой проспект шампунями то что это все нужно поставить на полку я сразу начинаю думать категория перегружена скорее всего там слишком много товаров то есть и для покупателя или эта категория сформирована неправильно потому что она включает себя и детские и возможно ополаскиватель и возможно еще какие-то так сказать средства то есть мне нужно открывать категорию и смотреть что там на 400 шампуней то я зову к себе категорийного менеджера спрашиваю объясни если он мне даст четкий внятный ответ почему их 409 может быть разные каналы сбыта может быть это разные там не знаю матрицы может быть я в принципе не против ради бога мне главное понять насколько она может и 400 конечно содержать хотя это наговато главное чтобы она была сбалансирована и если я рядом вижу что зубных паст у меня в ассортименте ровно как 6 ну вот видите продажи да сразу вот они продажи то я могу сказать а что там с зубных пастах почему тебя выбор 400 шампуней 6 зубных паст как ты так работаешь это вот что за выбор у покупателя это один бренд в шести скаю или это 6 у тебя разных брендов каждого по одному то есть что-то там не так поэтому для меня количество скаю в категории является косвенным признаком не укрупнили ли мы категорию не собрали ли мы слишком много туда товаров и не разбили ли ее слишком детализировано